Школа Говорят, что школа – это второй дом, а значит, что здесь должно быть тепло, уютно и приятно находиться. Гора новостей в Уфимской школе номер 126. Здесь открылась новенькая инклюзивная медиалаборатория. Здесь есть три зоны – для видео и фотосъемки, для записи звука и мультистудия. Занятия в медиалаборатории проходят два раза в неделю. Ребята из ресурсного класса занимаются вместе со своими одноклассниками. Что ты здесь записывал? Я сделал подкаст «Взрослые дети». Что делали взрослые? Говорили, да мои вопросы. Что ты делал на компьютерной грамотности? Здесь делал документ ворты и презентацию. Совместно ребята создают свои анимации, рисунки, видеоролики, обсуждают сюжеты фильмов, учатся правильно фотографировать, выставлять свет, записывать и монтировать звук, а также редактировать фото, накладывать фильтры и пользоваться разными программами для обработки видео. Для обучения ребят проходят мастер-классы от фотографов, графических дизайнеров и ведущих радио. Скажи, пожалуйста, какие у вас ближайшие планы на это место? Мы бы хотели снять новый мультфильм и мы создадим свою медиагруппу. В медиагруппе я бы хотела стать журналистом. Я еще с детства очень мечтала стать журналистом, брать у известных людей интервью. Как попасть в вашу медиалабораторию? Сюда попасть очень легко и быстро. Я сама недавно узнала об этом, что у нас был кабинет специально как раз-таки для людей ограниченных действий. Там я как раз-таки... у нас есть учитель истории, и как раз-таки, если бы не она, я бы никогда бы не узнала. Ее зовут Юлия Сергеевна. Юлия Сергеевна, я когда... я к ней пришла, и когда увидела таких детей, я хотела с ними очень приблизиться. И когда я задала вопрос Юлии Сергеевне, она сказала, что можно сюда приходить, разговаривать с ребятами. Ну, таким образом я и попала сюда. На Новый год обучающиеся из ресурсного класса создали серию открыток, которые потом подарили партнерам проекта и своим друзьям. В рамках проекта ребята создают серию подкастов «Взрослые дети», где взрослые известные люди города Уфы делятся своими историями из детства. Все медиаработы ребят публикуются в официальной группе проекта и на социальных страницах школы. Вот такие светлые идеи посещают головы учителей. Берите на заметку и вдохновляйтесь на новое свершение. Лев Родионов, Дан Хамитов. Специально для Горы новостей.